Здравствуйте, меня зовут Златонанский Павел, и я, к сожалению, последние, наверное, несколько месяцев, несколько выполнен из сообщества OpenStreetMap, и даже и своих проектов, в частности, но когда я тут случайно похвастался тем, что я сделал незадолго до того, как погрузиться в свою, погрузиться в свою собственную работу, ко мне пристались на РубГуглу и говорят рассказы. Значит, что я сделал? Для начала надо сказать, что у нас некоторое время назад было написано три программы. Даже не сооружу, кто их писал. Это OF OSM Convert, OSM Filter и OSM Update. Эти программы предназначены для работы с дампами OSM, с копией OSM в последствии MIDI. Две из них, OSM Filter и OSM Update, занимаются фильтрацией и слиянием дампов с изменениями. А вот OSM Update, он такая специфическая, как казалось, программка, которая скачивает ежедневные и ежечасные, и ежеминутные изменения с сайта OpenStreetMap, и при помощи них обновляет скачанную копию региона или все планеты. В чем? Вот я открыл, собственно, описание самого этого OSM Update. И какое-то время я им пользовался, но потом так получилось, что да, хотя большая часть утилей для OpenStreetMap написана под Linux, и я им какое-то время пользовался под Windows, моя основная работа ведется, я вынужден обрабатывать под Windows, такая вот целевая платформа, и фильтр OSM Convert легко под Windows переносится, капилируется, все. А вот OSM Update, когда я начал с нее забираться, выяснилось, что это очень печальная программа, потому что это написанный на C, по сути, слипт. То есть она просто говорит, скачайте вот эти файлы, потом вызывает OSM Convert, получает результат, ну и при необходимости его результат дальше сжимпреет. Мне это очень опечалило, что такой мощный язык, как C, используется для решения стойнотипичных задач. И я взял и переписал всю эту программу, благо она уже достаточно давно не изменялась, при помощи языка Python, который сам по себе язык скриптовый, и поэтому гораздо больше подходит для решения таких задач. Попутно я взял, и поскольку Python сам умеет работать с GZIP-файлами и сам умеет скачивать файлы из интернета, избавился от таких бессимистических, на самом деле, в данном случае, зависимости, как VKET и GZIP. Мне, к сожалению, особенно нечего показывать, поскольку я не закончил, и там есть ряд еще проблем, но, наверное, можно показать, что вот так вот выглядела программа, когда она была написана на C, и она очень занимала 60 кВт в сторону года, и была такая вот, может быть, не очень красивая. Первое, что бросается в глаза, лично мне, то, что программа стала в два раза меньше без отчета зависимостей. Нет, на самом деле это связано с тем, что ввиду непредназначенности языка C для решения столь премиальных задач, там очень неоднозначное сравнение строк. И, в результате, для каждого сравнения строк требовалась какая-то громадная и нечеловеческая конструкция. Да, там делался ручной разбор параметров, чтобы вот такое вот было. Вот меня лично это было, честно. Собственно, на сегодня я не только переписал, но и начал изменять код программы с тем, чтобы сделать ее, возможно, более отзывчивой, убрать оттуда какие-то вещи, связанные с работой с временными файлами, где она явно избыточна, их и вызывала. Я не знаю, на самом деле, что еще рассказываю, потому что надо понимать, что вам от нее надо. Что она делает, можно еще посмотреть? Сейчас она, я сейчас вот возьму, и, собственно, синтексис у меня остался практически неизменным, поэтому можно использовать оригинальный помощь. То есть она берет файл планеты, выясняет, когда он в последний раз менялся, после чего скачивает все ченчсеты с этого времени до момента ее вызова, до сегодня, до последнего момента, и применяет их к файлу планеты, получая на выходе новый файл планеты, обновленный по силу. Соответственно, если это не файл планеты, а это файл региона, то получается обновленный файл региона. Если это один из опциональных режимов, это, например, приведен, это не указывать файл планеты, а указать просто время, и тогда с этого времени по сегодня можно получить такой вот ченчсет за дельта. Собранная дельта, скачивается в виде одного такого большого блока. Вот этим занимается ослал дельт, то есть он скачивает много-много-много-много. То есть миллион скачивает? Ну не миллион, но там от десяти до сутни. То есть он скачивает за каждый день. Это большая планета. Он скачивает, вся планета имеет по одному ченчсет. А, там они хранятся в дельтах и везем. Да-да-да, дельтах. Дельтах. Ченчсет в данном случае как изменит дельта для планеты. Дельт. И он сливает все эти дельты в один, которые уже можно применять. То есть в частности этот дельт можно применять для обновления базы при помощи ВСМДПГ-СКОИ. Ну, не знаю, то есть вот можно получить дельту за последнее время. Главное, на самом деле, результатом вот этого переписывания стала именно повышенная переносимость. Потому что питон – это одна цельная зависимость по сравнению с двумя раздельными зависимостями в GED и в ZIP, из которых в GED специфичен, на самом деле, даже только для Линукса. В GED, он в FreeBSD, он ставится опционально, не является стандартным. Ну, то есть в первую очередь это получилось так, потому что мне не хотелось ставить эти специфичные для Линукса программы. Ну, не то что ставить, ставить один раз бы поставил, но постоянно их таскать с одной стороны, с другой стороны, благодаря определенному инструментажу для питона, вот этот вот файлик, да, можно превратить в экзешник, который будет таскать питон с собой, и тогда нужно будет всего два файла для того, чтобы он будет превратить. Ну, не знаю. В общем, на самом деле, по просьбам публики все это будет естественно. Это в любом случае планировать публикация на GitHub, но я думаю, что поскольку внезапно был проверен повышенный интерес, то сегодня это будет сегодня, наверное, вечером или там завтра, завтра с утра опубликованным на GitHub. Я не помню, создавал ли я уже проект. Ну, в форме напишу. Да, ну ладно, напишу на форме, чтобы долго открывать. В конце концов, книг мой все помнят, и с адрес наклана в мой на GitHub найти легко. В самом худшем случае. В принципе, в ближайшей перспективе это, опять же, оптимизация работы с временными файлами и, наверное, постепенно создание графического интерфейса для пользователей Windows, которые нужны за каким-то, зачем-то нужной вот так планеты, но которые, может быть, не очень опытны в работе с консольными инструментами, в принципе, ну, допустим, если они используют готовые такие утилиты, которые находятся в планете, им надо его выбирать. Наверное, все. Я не знаю, что сейчас есть вопрос. А в каком формате этот файл, в том числе? В смысле? Ну, что за формат? Ну, планета, он на вход берет, планета может быть в pb, osm, op5s, на выходе в том же самом, соответственно, может быть опционально пожатый к зипу. Соответственно, change-shelter либо в osm, либо в op5s, тоже пожатый к зипу. Но, если он очень долго будет обрабатывать, правильно? Что? Сомат будет гораздо медленнее обрабатывать, чем... Ну, медленнее. Сам, а сама обработка файлов сейчас идет при помощи osm-конвесторов. Поэтому здесь нет в любом случае привязанных osm-конвесторов. Моя программа с файлами на сегодня не работает. Хотя, вот буквально сегодня выяснилось, что osm-фильтр обладает серьезными проблемами. Он не всегда срабатывает, не всегда адекватно разрешает зависимости, поскольку, я не знаю, способен ли я посмотреть си, но с учетом особенности того, что там не очень красивый и аккуратный код и забраться в чужом коде. Возможно, я, следующий из этой триады будет мною затронут osm-фильтр. И тогда я уже смогу подробнее ответить на твой вопрос, потому что уже я буду работать с этими файлами файлами, а не использовать чужую программу.